Да, 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 похлопаете, похлопаете не столько мне, сколько себе. На самом деле, всегда приглашенному спикеру выступать в промежутке или вместе с коллегами, которые рассказывают о своих живых кейсах, всегда легко и сложно. С одной стороны, ты как спикер должен привнести какое-то теоретическое видение, взгляд общий на вещи. С другой стороны, здорово, когда теория и практика перемешиваются друг с другом. Но после сегодняшних двух классных выступлений, надо сказать, что, знаете, настолько были большие молодцы выступающие от лица своих компаний. То есть не только практическая какая-то история, но и очень крутое теоретическое осмысление. Большие молодцы. Я вот просто как методист хотел бы выразить вам респект и уважение. Давайте им еще раз поаплодируем. Было очень здорово прямо. Спасибо. Не знаю, насколько коллеги делятся, не делятся презентациями, своими наработками. Я бы хотел сказать о себе. Ко мне несколько раз подходили и спрашивали по поводу записи вчерашних выступлений. Есть ли кто-то, кто сегодня записывает вот прям такой фулл-тайм? Есть ли кто-то, кто-то это делает? Та-та-та. Нет таких людей. Поэтому давайте так сделаем. Если вдруг... Кстати, я не вижу кликер, если честно. Где-то он должен быть. Где-то должен быть. Ладно, я пока скажу. То есть, если честно, кто-то вчера записывал что-то, записывали выступление. То есть, помимо презентаций, вы, пожалуйста, ко мне подойдите или в приложении напишите. Я за какие-нибудь ништяки с удовольствием у вас заберу записи и выложу в общий доступ. То есть, я не против абсолютно, если те, кто записывал, записывали вчера или будут записывать сегодня, поделятся со всеми остальными. К сожалению, я не знаю, решен ли этот вопрос централизованно. Но, по-моему, нет. Слушайте, нет, не могу найти что-то. Кликер. Окей. Да, хорошо. Похищен кликер. Хорошо. Мы с вами стартуем. Я вчера позволил себе с такой преподавательской позиции попросить вас вести записи. Сегодня я еще хотел бы вас на старте моего выступления дать совет. Спасибо большое. И одновременно маленькую просьбу. Суть ее состоит вот в чем. Я вчера говорил, если мы с кем-то виделись, не обязательно абсолютно, я сейчас еще раз представлюсь и скажу о себе, что на самом деле нематериальная мотивация самая популярная тема в обучении управленцев. То есть если управленцы вдруг оказываются на каком-то учебном мероприятии или на мероприятии с хотя бы чуть-чуть каким-то кусочком учебного контента, и если они имеют возможность выбрать, какую тему управленческую они хотели бы рассмотреть, нематериальная мотивация всегда оказывается в топе. То есть она вся самая-самая популярная история. У этой популярности есть две причины. Одна причина смешная. Мы хотим за счет нематериальной мотивации платить меньше. Кто бы хотел? Есть такие? Да, шикарно. Кто уже это делает? Что-то такое. Что-то вспоминается ремарк, да, правда, знаете, говорят, как-то не очень эта цитата в контексте звучит, но тем не менее, что, по-моему, когда проблема с патронами, достают барабаны, что-то такое. Вот примерно то же самое о материальной и нематериальной мотивации. Но на самом деле у темы нематериальная мотивация есть и одна объективная причина, объективная причина этой популярности. Все дело в том, что когда мы говорим управление и когда мы говорим менеджмент, то нам представляется, что это одна единственная такая предметная область с очень большим количеством разделов, может быть, разных вопросов, которые там изучаются, но это единый такой корпус знаний. Мне кажется, что это не так. И на самом деле менеджмент менеджменту рознь и водораздел лежит между двумя менеджментами, структурно практически идентичными, но очень разными по содержанию, в зависимости от численности подчиненной вам команды. И вот этот маленький чекпоинт сегодняшнего выступления, то есть смотрите, это означает, что если вы руководите большой командой и маленькой командой, выполнение одних и тех же функций, будь то контроль, координация, планирование, постановка задач, оно должно существенно различаться. И если мы пытаемся маленькой командой руководить как большой командой, нас ждет фиаско. И то же самое верно в обратном направлении. То есть если мы берем методы для маленькой команды и пытаемся, значит, руководить большой командой, то будет беда и в обратку также это работает очень плохо. Поэтому давайте я спрошу вас. Вот смотрите, водораздел прост, он, конечно, сильно зависит от отрасли к отрасли, но плюс-минус, если отраслевые различия вынести за скобки, 10 человек отделяют условно маленькую команду от условно большой. Поэтому кто из вас здесь руководит маленькими командами? А кто из вас с большими? А кто сам не знает? Так тоже нормально. Да, так тоже нормально. На самом деле, например, если вы босс крупной компании, то у вас возникает вопрос. А я какой командой руковожу? Вот у меня 160, 200, 500 человек. Но фактически у меня есть круг непосредственных подчиненных. И там их может быть до десятка или там чуть больше десятка. Так я руководитель большой компании или маленькой компании? На самом деле тогда и так, и так. Тогда и так, и так. То есть тогда вы должны руководить вашей большой компанией как большой командой и вашим ближним кругом как малой командой. Вопрос возникает, а в чем различие? Все просто. Чем крупнее ваша команда, тем больше там должно быть формального управления. В хорошем смысле. Это значит планы, показатели, задачи, стандарты, регламенты, автоматизация и прочее. То есть вы должны руководить формально, разумеется, со знаком плюс. Если вы пытаетесь большой командой руководить как некой семьей, то верен девиз, знаете, да. Если вам говорят, что вы одна команда, вас хотят поиметь, да, поиметь, правильно голос звучит. А если вам говорят, что вы семья, вас уже, ну и так далее. На самом деле насаждение такой культуры непосредственного неформального управления в крупных компаниях и командах, конечно, ерунда. Хотя элементы должны быть. С другой стороны, если вы руководите малой командой, то, разумеется, вы должны выстраивать с каждым членом вашей малой команды персональные отношения. Вот это очень важно. То есть попытка маленькой командой руководить так, как будто вы руководите большой командой, то есть через правила, процедуры, стандарты, эталоны, KPI, оно не очень хорошо будет работать. Это не означает, что в малой команде не должно быть формальных элементов управления. Но они должны выглядеть скорее, как ребра жесткости в конструкции, где основная часть этой конструкции представляет собой персональные отношения с каждым членом вашей команды. И вот по этой же причине, если вы руководите малой командой, то, разумеется, помимо материальной мотивации, которая представляет собой формальный метод управления, и, следовательно, достаточно универсальный метод управления, когда мы пытаемся выстроить правила вознаграждения и наказания, материального вознаграждения и наказания, одинаковые для всех людей, выполняющих сопоставимую работу и занимающих одинаковую должность, то нематериальная мотивация по существу своему – вещь, где мы должны найти персонализированный подход каждому нашему сотруднику. Поэтому, когда у нас есть запрос, мы хотим разобраться в нематериальной мотивации, мы, по сути дела, должны видеть в этом стремление найти какой-то подход, ключики персональные к каждому нашему сотруднику, состоящему в нашей малой команде. На самом деле, вариантов, как этот вопрос решить, достаточно много. Но сегодняшняя модель, которую я расскажу с некоторыми, может быть, нюансами моими авторскими, ей уже сто лет в обед, она 70-60-го года, но если бы я, вот единственное, не знаю, что я мог бы рассказать своим клиентам, студентам, уважаемой аудитории на тему управления персоналом, я бы, не сомневаясь, остановил свой выбор на этой модели. То есть, без всяких сомнений, мне кажется, что это, в принципе, самое важное, что надо знать по поводу управления людьми. Даже не только в рамках темы нематериальной мотивации. Ну, давайте будем разбираться. Значит, те, с кем мы с вами не виделись, зовут меня Алексей Семенцов. Я руковожу школой эффективного бизнеса. Обучение и развитие людей наша ключевая тема. Вот, а с уважаемой компанией НАК, которую я вчера, к сожалению, не поблагодарил. И мне хочется вот сейчас попросить вместе со мной, потому что сегодня я выступаю, ну, перед вами там, с двумя маленькими докладами и уезжаю. Я очень хочу поблагодарить коллег за прекрасную организацию и за замечательных людей, которые здесь компания собирает. Давайте поаплодируем. Компании, конкуренции. Я знаю, что многие здесь старожилы, кто уже старожилы кросса вообще, старожилы, да. Вот, мне кажется, что когда ты старожил, уже все приедается. Я участник самых разных мероприятий с разными организаторами и участниками. И я сегодня и вчера вот прямо на одном дыхании вижу, как много сделано классного, как много вопросов продумано, как нет накладок. Ну, по крайней мере, может, у меня какой-то взгляд такой некритичный, но никаких проблем я не заметил. И мне кажется, очень комфортно и здорово на всем протяжении пребывания здесь. Ребят, поэтому НАГ, большое спасибо. А кто из НАГа здесь? Давайте хоть помашите рукой. А, они знают какое-то более лучшее место, где надо быть сейчас, да. Ладно, ты один на хозяйстве. Окей. Двигаемся. Итак, нематериальная мотивация. Ну, вот это все я пролистну, если можно. Давайте следующий маленький чекпоинт, который мне хочется сказать. Значит, в принципе, если вы выстраиваете систему нематериальной мотивации, мне само слово не очень нравится. Я гораздо больше люблю слово вовлечение. Не нравится мне слово нематериальная мотивация не по той причине, что оно как-то суховато звучит, а потому что, когда люди слышат нематериальная мотивация, то, а еще есть материальная мотивация, то кажется, что, короче говоря, нематериальная мотивация и материальная – это как виски с колой. В общем, неважно, какое соотношение чего с чем, главное, чтобы стакан был полон. Кто, кстати, виски вчера пил? А кто не помнит, что виски пил, но голова болит так, будто пил? Они не здесь, да, они не здесь. Так вот, поэтому, конечно, эти вещи – материальная мотивация и нематериальная – совершенно разного порядка. Между ними не существует возможность некой компенсации. Ну или, по крайней мере, к этой компенсации надо очень осторожно относиться, то есть стараться не доплачивать, но как-то типа больше вовлекать. Поэтому лучше эти вещи называть по-разному, так я и делаю, называя это материальной мотивацией и вовлечением. Итак, если вы, повторюсь, собираетесь выстроить или улучшить вашу систему вовлечения, она фактически в вашей компании должна развертываться на трех уровнях. Эти три уровня говорят о следующем. Есть некоторые вещи, которые относятся к вовлечению людей, к тому, что они работают не только за деньги, но и, там, не знаю, за совесть, за интерес, за собственное развитие. И эти идеи абсолютно касаются всех, кто работает в вашей компании. Вне зависимости от должности, профессии, стажа и прочего. Следующий момент. Есть некоторые вещи, которые должны быть функционально специфическими. Это значит, что то, что хорошо для разрабов, может быть плохо для сотрудников склада оборудования или плохо для коммерции. То есть должны быть какие-то штуки, которые касаются разных подразделений и не могут быть распространены на всех. Но самое интересное, и, собственно, тема, с которой я сегодня здесь, сейчас выступаю, что какая-то часть нематериальной мотивации должна учитывать человека как человека. То есть она должна быть на таком индивидуальном уровне развернута. И здесь вопрос, а что это значит? До какой степени индивидуализации я должен дойти, когда я ищу подход к своим сотрудникам? На самом деле здесь есть большой соблазн и большая ловушка. Многие руководители, интуитивно или, ну, зная как-то иначе, что для маленькой команды важно выстраивание персональных отношений с каждым, они на самом деле доходят до какой-то такой, ну, вот не знаю, я для себя это называю такая ловушка психотерапевта. Типа, вот это Петя, Петю дедушка в детстве обидел, что мы от Пети хотим, пусть Петя живет как может. Или вот это Маша, она истеричка, ну, давайте не будем Машу трогать. То есть мы слишком погружаемся в какие-то индивидуальные особенности людей. Но в конечном итоге наша задача это, чтобы дело делалось. То есть наш уровень персонализации и выстраивания персональных отношений должен иметь где-то какой-то предел, глубже которого погружаться не надо, потому что это будет для дела неполезно. И товарищи, товарищи, которые разбирались с этим вопросом, как нам выстраивать персональные отношения с людьми и как нам с людьми находить в маленькой команде общий язык, но не пересекать какую-то границу, они разработали очень простую матрицу, очень простую. Она очень проста, смотрите, это матрица, мотивация и квалификация. Здесь у нас, вот все из вас, кто с листочками сидите, вот нарисуйте, потому что я кое-что попрошу вас сейчас сделать. Вот нарисуйте, нарисуйте. У нас с вами будет горизонтальная ось, это ось квалификации. Квалификация. Рисуйте, рисуйте, не ленитесь. Суть квалификации очень проста. Способность выполнять порученную работу. То есть квалификация здесь имеется в виду не с формальной точки зрения, а имеется в виду просто способность выполнять работу. Соответственно, квалификация может быть низкая, может быть высокая, или недостаточная и достаточная, как хотите. Здесь занаучивать не надо, эта модель безумно проста. Я сейчас объясню, почему вас прошу здесь рисовать ее прямо вместе со мной по ходу моего объяснения. И у нас с вами вертикальная ось. Вертикальная ось это мотивация, в данном случае желание работать. Итак, желание работать может быть низким, и желание работать может быть высоким. Вот у нас получается такая матрица. Мотивация, квалификация. Кому понятно, кому понятно, шикарно, шикарно. А вот сейчас я обращаюсь к тем, кто что-то здесь себе по моей просьбе пишет или рисует. Прелесть этой матрицы, что не надо никаких тестов, не надо никакой оценки, ничего не надо. Вы всех ваших непосредственных подчиненных можете легко натыкать в разные квадраты этой матрицы, как точки. Вот прямо сейчас возьмите одного любого человека или парочку из вашей команды и поставьте точку. Напишите, не знаю, это Федор, а это Семен, а это Анастасия или еще кто-нибудь. Вот сделайте прямо сейчас. Вот не откладывайте, потому что важно увидеть, что это абсолютно практичный инструмент. В нем нет никакой заумности теоретической. Что вы ваших людей легко и непринужденно можете увидеть, как квадраты этой матрицы. Сделайте, сделайте. Даже если вы сейчас ошибетесь, это не принципиально. Главное, что вы увидите людей, ну вот плюс-минус находящихся здесь. Если вы затрудняетесь с ответом, поставьте ответ так, как говорят, когда вы отвечаете на вопросы теста. Спонтанный ответ. Первый приходящий на ум. В конечном итоге из этого ответа еще не следует никакого решения, что вы точно вот должны что-то сделать. Ну давайте я вас поспрашиваю. У кого оказались люди минус-минус? Нормально, нормально. У кого плюс-минус? Мотивация есть, квалификации не дотягивает. У кого плюс-плюс? И прет, и получается. У кого минус-плюс? Получается, но не прет. Да, отлично. На самом деле мы, конечно, рассчитываем, дорогие друзья, что вы все вот здесь. Вы все вот здесь. Но я знаю по глазам, вижу пару людей, кто здесь. И вот давайте разбираться. Смотрите, а что же это за квадраты? Ну ладно, ладно, да, не агритесь. Итак, поехали, давайте, поехали. А вы смотрите соотношение. Ну давайте начнем с такого прям провокационного, да. Вот, знаете, в Советском Союзе называли таких люмпины, деклассированные элементы. Вот, да. Но мы уже не в Советском Союзе, поэтому смотрите. Вот быдло, грубое слово, но обратите внимание, это не характеристика человека. Это характеристика сотрудника. Ничего не может, ничего не хочет. Когда мы говорим такое, быдло, приходит на ум, может быть, какой-то пересидок в грязной тужурке, такой весь, на матерках. И это не так. Это милая девушка, которая... Ну как работник, ничего не хочет и ничего не может. Это милый юноша, за которого мама звонит и говорит, а возьмите моего сына в техническую поддержку. А что, он школьник у вас, наверное, на практику? Ну нет, ему 32. То есть здесь вполне нормальные люди. Мужья и жены, сестры, братья, дети, прекрасные люди. Но ничего не хотят и ничего не могут. Теперь давайте дальше смотреть. Нормальный новичок. Не случайно здесь, вот раньше, может быть, когда-то этот квадрат назывался просто новичок, а сейчас очень важно сказать нормальный. Потому что новички, с которыми мы встречаемся, они массово идут вот сюда. Нормальный новичок хочет, но пока не тянет. Хочет, но пока не может. Дальше поехали. Звезда. Хорошее место для руководителей всех уровней, для ведущих специалистов. Не обязательно здесь хотят люди карьеры, не обязательно не хотят быть боссами. Но, смотрите, это люди, которые в хорошем смысле получают от работы не только оплату, но и некую энергию. То есть и прет, и получается. И прет, и получается. Ну и, наконец, не мной придуманное название. Получается. Знает, умеет. Не очень хочет. Есть интересная очень статистика, ну такая условная статистика, настолько, насколько в гуманитарных процессах данные, в принципе, могут подлежать такой обработке цифровой. Что до 30% того, что делает звезда, это условно неоплачиваемая работа. Это взаимопомощь, это инициатива, это активность, это какие-то идеи, это ответственность. За нее либо напрямую не платят, либо отдача от нее, она приходит позже, спустя время. Так вот, эта категория этого не делает. Она делает все, за что платят. За что мало платят, делает на минималках. Но ничего сверх. Посмотрите сейчас, как вы расставили точечки у себя в матрице. Подумайте, может быть, кого-то стоит переместить. Кого-то стоит переместить. Собственно говоря, до следующего шага, до обсуждения того, а что делать, если ваши люди находятся вот здесь, я хочу сказать, что в моем представлении о нематериальной мотивации, вот это самый глубинный уровень, на который стоит погружаться. Еще раз, вам нет необходимости, моя позиция, углубляться в личную историю, в характер людей, которыми вы руководите. Но ваша задача достаточно точно видеть, где каждый ваш непосредственный подчиненный на этой матрице. У меня есть клиенты, которые восприняли этот инструмент как абсолютно рабочий инструмент. И то, что вы делали сейчас по моей просьбе, они делают примерно раз в квартал, и они смотрят, где их люди находятся. И достаточно точно видят их в том или ином квадрате. И вот тут возникает интересный вопрос. Хорошо. Я смог увидеть моих людей на этой матрице. Кто, кстати, это сделал? Увидел кого-то из своих людей. Шикарно. Молодцы. Теперь вопрос. Смотрите. Вот люди, которые давно-давно в 60-70-х годах изобрели эту модель, они были гуманисты. Я нет. Что говорили эти гуманисты? Они говорили. Ребята, все просто. Всех тащим вот сюда. Всех тащим сюда, а этих убиваем на месте. И тогда оздоровимся. Но есть проблема. Эта проблема связана с самой концепцией малой команды. Вот смотрите. Допустим, у вас 100 человек, и один из них вот такой быдляк. Что будет, если вы его уволите? Во-первых, смотрите. Как по меньшей мере ничего, а скорее всего что-то хорошее. Общая производительность улучшится, моральный климат улучшится, потому что все остальные 99 получат сигнал, что мы не работаем с такими гадами. Теперь внимание. А допустим, у вас три человека. И один из них вот такой. Что будет, если вы его уволите? Ну, конечно, ничего. Двое других присядут под грузом работы, которая на них навалилась. Вы перестанете быть боссом, потому что вам придется тащить часть работы того, кого вы уволили. Есть шанс, что не придет на его место никто или придет быдло номер два. Вот реальность рынка труда для многих здесь присутствующих. И у вас получается ситуация, что в малой команде, избавляясь от гада, вы получаете проблем больше, чем положительных эффектов. Неприятное выражение. Я его так, знаете, со смущением говорю. Я говорю, представьте себе, что вы живете в домике, и у вас в стене дырка. И все, что у вас есть, это кусок навоза. И вы должны выбрать, либо у вас в стене дырка, ветер, снег, холодно, дождь. Либо вы заткнули дырку куском навоза. Пахнет, но не мочит. И выбор вот такой, а не то, что заделать дырку, знаете, красивым каким-то кирпичом. И на самом деле я бы хотел сказать, что многие руководители выбирают, ну, я должен работать с тем, что у меня есть. Я не должен стараться всех тащить сюда. Я, кстати, вот этих вот вообще опасаюсь. И, возможно, мой рынок труда такой, что у меня есть только такие. А этот вообще золото. Ну, не стахановится он. Не хочет он умереть, понимаете, Кодя. Ну, не хочет на базовой станции найти свой последний приют. Ну, вот так как-то. Ну, и нормально. Самое главное, что мы должны с ними обращаться правильно. Без псевдогуманизма. Давайте быстренько пробежимся и посмотрим, как и что. Значит, ну, давайте начнем, конечно, с самого... С чего начнем? Оп. Да. Давайте начнем с самого интересного. Значит, я буду всегда давать вам буквально там 10-15 секунд. И записи вести не обязательно. У вас это, разумеется, все будет. Но я бы хотел, чтобы прежде, чем я буду показывать ключ к мотивации, нематериальной мотивации людей в разных этих квадратах, чтобы у вас возникала своя идея. А как поступить? Итак, давайте начнем. Сейчас скоро будет квадрат быдла. Каждый и каждый из вас в голове сформулируйте хотя бы одну идею. А что с ними делать? А что с ними делать? Вот так подумайте. Вот такой пришел сотрудник. Или такой работает. Ничего не хочет развиваться. Не развивается. Квалификации мало. Смотрите. Убирать нельзя. Вот если так, вот убирать нельзя. Поменять не на кого. Давайте посмотрим, что с ними делать. Значит, смотрите. В псевдогуманистическом, в псевдогуманистическом варианте звучало так. Если твой сотрудник ничего не может и ничего не хочет, ты должен ему показать перспективы, ты должен ему показать горизонты, ты должен его зажечь. Полная хрень. Принцип работы с быдлом. Ты никто и звать тебя никак, пока ты не докажешь обратного. Простые задачи по операционной контроле. Никакой похвалы. Никакого развития. Вот управление быдлом. И самое интересное. Некоторые из них от правильного отношения. А это не более, чем Макаренко. Да, вот если что-то откликается, не более, чем Макаренко. Что он там этим малолетним заказ сопли, что ли, подтирал? Вот иногда, если так, то они всплывают. Вот обратите внимание, если так, то они всплывают. То есть, когда люди видят, что к ним относятся по их делам, по их отношению к работе, что они никакой такой самоценности не представляют, пока они не вносят свой вклад в общее дело, что-то у человека происходит. Очень часто человек зажигается и говорит, я хочу иначе. На самом деле, вот этот, может быть, жесткий подход означает проявление настоящего гуманизма к этим людям. А у меня есть для вас неприятная немного новость. У кого из вас есть дети? Ну, подержите руку, чего вы? У меня тоже. Так вот, я хочу сказать, из-за особенностей современного подхода к воспитанию и прочим вещам, к сожалению, есть большой шанс. Я здесь не исключение. Я не пытаюсь как-то выделиться. Есть большой шанс, что наши с вами дети по отношению к труду стартуют вот здесь. Потому что, когда они ходят в детский садик или в школу, мы им говорим, ой, нарисовал каку. Ну, ты талантлива. Ой, ты вообще молодец. 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 И они приходят с пониманием некой такой самоценности, надуманной самоценности. К сожалению, мы как родители не сможем это дело изменить. Так, ну, и большинство из нас. И кто-то должен им, так же, как мы по отношению к другим молодым там девушкам и ребятам, и не только молодым, кто-то должен привести их в чувства. И тогда, возможно, у наших детей появляется шанс, что они поймут что-то важное. Что, ну, не знаю, без труда не вытащи шибку из пруда. То есть проявите настоящий гуманизм. И люди часто всплывают. Смотрите, как отличить быдло от небыдло? Все просто. Отношение к обучению. Отношение к обучению. На лбу же не написано быдло. Вот человек, нормальный новичок, хочет учиться. Его базовая потребность осваивать свои задачи, осваивать функционал, осваивать взаимодействие. Быдло учиться не хочет. Он без году неделя рассказывает, как вам вести дела. Поэтому, если так, вот ваш рецепт. Окей. Двигаемся дальше. Посмотрим нормальный новичок. Вот вообще нормальный новичок, он ближе всего к учебнику. Ближе всего к учебнику. За одним исключением. Обратите внимание, что когда мы говорим о нормальном новичке, речь ведь не идет исключительно о новичках в профессии. Это могут быть люди, экспаты из других компаний. Вы могли быть участником сделки, не знаю, слияния, поглощения. Какая-то компания могла быть расформирована. То есть человек приходит с бэкграундом с каким-то. И естественное желание, когда приходит к нам новичок, особенно новичок с отраслевым опытом, показать ему, что его идеи имеют значение. Так вот, будьте с этим крайне аккуратны. Есть даже в некоторых компаниях такая практика, может быть у кого-то из вас, дневник новичка. Кто слышал такое? Это прикольная штука, да. Суть дневника новичка. Приходит новичок, вы ему говорите, Леша, твои идеи очень ценны. Ты, Леша, рот закрой. Твоя задача сейчас понять, как работают у нас. Но у тебя свежий взгляд, ты молодец. Если тебе приходит на ум, классная идея, запиши. Испытательный срок пройдешь, полистаем твой дневничок. А пока не надо. То есть не тратьте время его на то, чтобы он делился идеями. Он должен потратить время на то, чтобы быстро понять, как работаете вы. Кстати, одна из важнейших проблем, связанная с приживанием новичков, я имею в виду новичков в компании, но не новичков в профессии, это слишком много соблазнов, связанных с тем, чтобы учить своего нынешнего работодателя, как работать. И слишком мало времени, инвестированного в понимании того, как здесь работают, какова здесь специфика. Окей, дальше. Ну вот наши, смотрите, вот наши звезды, мастера. Отвратительные люди. Отвратительные люди. Смотрите, это как коала в вашем зоопарке. Кто видел коал на картинке хотя бы? На картинке, шикарно, шикарно. Кому нравятся коалы? Красивые, да. Но мерзкая тварь. Очень капризная. Нужен уход. Хрен поймешь, это ест, это не ест. Вот такие звезды. Смотрите, основная проблема звезд состоит в том, что им быстро становится скучно. И ваша задача, как руководителей, работодателей, их развлекать. Но порой нам от человека нужно, чтобы он просто делал то, что он должен делать. Скучно ему или нет, нам дело десятое. Но тем не менее, если мы эту коалу не будем кормить нужным эвкалиптом, то будут проблемы. Одна из основных причин, почему звезды теряют мотивацию или покидают компании, скучно. Люди на экзит-интервью говорят, ко мне прекрасно относились, прекрасная команда, ценности разделяю, деньги нормальные платят, скучно. И поэтому ваша задача выплясывать и придумывать им задачки. Слава Богу, Господь нас одарил таким даром, как делегирование. Делегирование шикарно. Смотрите, кстати, делегирование слово, которое в 70-50% случаях использует неправильно. Если у вас нет такого определения, себе запишите. Смотрите, делегирование – это передача задач из функционала руководителя. То есть, смотрите, делегирование – пример, когда исполнение и ответственность делятся. Ответственность остается за руководителем, причем непосредственно за задачку, а исполнение передается. Вот это и есть делегирование. Когда вы просто сотруднику его собственную задачку ставите, ни о каком делегировании речь не идет. Поэтому один из таких пластов, которых можно как бы разрабатывать для новых интересных задач, это, конечно, делегирование. Но, честно сказать, очень много со звездами мороки. Очень много мороки. Ну и, наконец, смотрите, категория, которая, на мой взгляд, отличает великого управленца от посредственного. Мне кажется, что ваша способность, наша способность быть великим управленцем проявляется именно вот в этой категории. В гуманистическом, псевдогуманистическом подходе надо их зажечь, надо вернуть им мотивацию. Да нафига? Зачем? Знаете, все попытки вернуть им мотивацию заканчиваются с тем, что мы там даем ему новый проект, новое направление. А вот видно сразу, что загубит и еще и нас обвинит. Вот так приятно киваете, мне радостно. Теперь смотрите, теперь что же делать нам с этим унылым добром? Помните, я говорил, помните, я говорил, что проблему унылого добра они делают меньше, чем могли бы. И вопрос состоит ваш, как вопрос управленческий, а как их заставить работать на максималках? Когда с помощью материальной мотивации, которую унылое добро прекрасно в вашей компании знает, все там, они все ходы-выходы понимают, когда с помощью материальной мотивации это сделать невозможно. Оказывается, ключ вот здесь. Смотрите, за базовый функционал вашего унылого добра вы можете спрашивать так же, как со звезд. Никаких отличий нет. Задачи, оплата, мотивация, бла-бла-бла. А вот когда вы хотите, чтобы человек сделал что-то, что он делать не хочет, вот тогда начинается интересное. Вот смотрите, например, обязаны вы вашего сотрудника в отпуск? Конечно, да, конечно, это ваша обязанность. Обязаны вы ему дать выбрать, когда он в отпуск пойдет? И вот тут начинается самое интересное. Слушайся папу, папа сделает хорошо. Это значит, что я могу дать сотруднику из такой категории то, что он не обязан от меня получать, но получит, если будет делать то, что я прошу. Либо обратная история. Я могу заставить делать то, что я могу заставить делать, но не обязан. Дежурство в неудобный день, выезд на дальнюю точку или на дальнюю встречу и так далее, и тому подобное. И вот эти рычаги няшек и боли, понятно, что это сленговое название, они представляют собой инструмент торга с унылым добром. Слава Богу, эти люди настолько умные, что торговаться непрерывно вам не придется. Пара-тройка раундов, и они прекрасно понимают, что надо слушаться босса, и тогда вы можете заключить с таким унылым добром определенный пакт о ненападении. Я до тебя не до, а ты меня не на. И эти люди становятся костяком команды. Они нормальные. Еще раз, умереть на работе не является слишком уж нормальным желанием. Они не хотят там умирать, но хотят нормально работать. Вы можете им это обеспечить. Я вижу, что мое выступление подходит к концу. Я знаю, что вы вынуждены меня еще будете терпеть еще 40 минут. Но я бы сказал, наверное, следующее. Кто все-таки в хорошем смысле себя видит вот здесь? Друзья, поднимите руку. Поднимите. Особенно если рядом ваш начальник, вы обязаны прям высоко тянуть руку, сказать, да, я точно вижу себя здесь. Готов за родную компанию. Не знаю, что. Но если вы не едите мельдоний, то нормально с вами происходит следующее. Вы тут иногда нырк, а потом вжух. Нырк, вжух. Нырк, вжух. И ваши люди, которые являются звездами, то же самое. Нырк, вжух. Нырк, вжух. Но есть проблема. Иногда они могут не всплыть. И ваша задача протянуть им руку помощи. На самом деле признаки нырка вот здесь. Человек, который был активен, вдруг стал пассивным. Человек, который видел и плюсы, и минусы, и мог и похвалить ваши решения управленческие и покритиковать, вдруг только критикует. Или его объективные результаты, выраженные в скорости, в количестве ошибок, в каких-то деньгах, они сократились. И ваша задача помочь ему. Как это сделать, мы разберем на самом деле во второй части моего сегодняшнего выступления, которое называется «Трудный разговор с подчиненным». А это явно пример трудного разговора. Но пока я бы хотел просто дать возможность, может быть, задать вопросы, если вы хотите их задать. Вот. Вам большое спасибо за внимание. Отдельный респект тем, кто сразу же что-то подчеркался, поставил точечки и взял что-то себе на заметку. Хочу сказать, дорогие друзья, что на самом деле я все презентажки залью сюда, они будут и у организаторов в свой каналчик. А видео, если мне удастся договориться с теми, кто снимал, тоже окажется там. Ну и у организаторов, разумеется. Поэтому здесь будет прямо сегодня презентация всех четырех моих выступлений. А у организаторов, ну, когда посчитают нужными поделиться, понимаю, что дел очень много. Друзья, пожалуйста, есть ли у вас вопросы? Добрый день. Добрый день. Алексей, приветствую. Спасибо, прекрасная презентация. Мишенко Данила, город Ульяновск, телеком.ру. Скажите, вот есть понятное дело унылая быдла, быдла звезда, а что делать с теми сотрудниками, которые прожженные и всегда прыгают все-таки от звезды к унылому быдлу в тот момент, когда им это удобно? С ними нужно торговаться. То есть, на самом деле, то, как вы описываете, вот прожженные, это как раз вот здесь. Они знают все выходы вашей системы материальной мотивации в компании, знаете, за что вы строго спрашиваете, за что сквозь пальцы. Поэтому здесь нужно установить некий такой торг. Ты делаешь то, что мне надо, вне зависимости от того, как это влияет на твою систему оплаты, грейды, KPI и прочее. Я тебе помогаю и не напрягаю лишней фигней. Вот такой пакт о ненападении руководителю нужно заключить с основными своими сотрудниками в этой категории. То есть, по сути, получается, ближе все-таки к унылому. А когда вы говорите про жженные, это всегда характеристика вот этой категории. Абсолютно точно. Вы улыбаетесь так, будто это вы. Это неплохо. Нормальная история. Спасибо. Можно вопрос? Конечно, да. Краснодар, Аванта Телеком. Оксана меня зовут. Есть отдел из унылого добра. Ну, например, да? Да. И с ними работаем. И заходит свежий огурец, как я называю. Свежий огурец в банке с солеными всегда рано или поздно станет соленым. Как это не допустить? Практически никак. Практически никак. Вопросы. Я бы задавал много вопросов. Является ли босс этого подразделения тоже унылым добром? Нет. Нет. Тогда он должен, конечно, исключить процедуру наставничества. Вообще наставничество очень опасная процедура. Она сродни клонированию. То есть из наставляемого мы делаем клона наставника. Наставник унылое добро это смотрите наставник унылое добро новичка заземлит вот здесь. Поэтому задачка руководителю взять его под свое крыло и желательно начать, так скажем, дублировать какую-то структуру внутри отдела. Вот, пожалуй, так. Непростая задача, но никак иначе практически. Спасибо. Фактически я бы хотел так же сказать, что некий бодряк для унылого добра состоит в том, что появляется вот этот молодой, свежий или какой-то там огурец и начинает работать по-новому. И они видят, что босс к нему относится иначе. Вообще, самое... Внимание, пожалуйста. Прошу, спасибо вам за вопрос, да. Сейчас дам возможность задать вопрос. Самая лучшая няшка и самая лучшая боль в торге с унылым добром это особое отношение руководителя. Если вы унылому добру хотите показать, что то, что он делает вам неприемлемо, поставьте его в формальные рамки общения. Сказать, ко мне в курилке не подходи. Есть вопросы, у нас есть там какой-нибудь митинг еженедельный, там их задавай. Вот на это унылое добро начинает виться, как уш на сковородке. Потому что они очень ценят вот этот вот такой вась-вась между собой чекс-боссом. Вот поэтому да, спасибо. Пожалуйста. И финальный, и наверное, да, дальше продолжим. Спасибо вам огромное. Отличное выступление. Очень понравилось и зажгло. Спасибо. У меня вопрос такой. Как вы считаете, если отдел полностью 10 человек состоит из унылого добра? Хорошие люди. Не ведет ли это на дно? Нет развития, нет инициативы. Не будет ли такого, что для компании это, ну, не очень интересно? Автоматам нет. Автоматам нет. Зависит, конечно, от того, что это за отдел, какова его функциональное предназначение. Вот. И сильно будет зависеть от его босса. То есть, если босс такого отдела тоже унылое добро, то они будут знать такое, они будут искать гомеостаз. А гомеостаз это вот ничего не делать, да. Поэтому, если же босс способен с этой десяточкой установить отношение вот такого торга, вы, ребята, делаете то, что мне надо, а я вас не напрягаю лишним. То может быть очень хорошо. Я вообще, смотрите, вот это самые лучшие сотрудники. Самые лучшие сотрудники. Они еще и в отличие от звезд психически нормальные. Вы понимаете, что эти маленько ненормальные. Все, кто руки поднял, да, это вот временное подсвистывание. То есть, получается, что в этом случае спасет только лидер, звезда. Торгаш, который может установить вот такие вот немножко, может быть, базарные отношения со своими сотрудниками, но зато заставит их делать то, что нужно. Я поняла. Спасибо огромное. Спасибо. Коллеги, большое спасибо за вопросы, за внимание. Я можно побуду. Спасибо. 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 .